Николай Николаевич, давайте по традиции начнем с обширного комментария и после чего перейдем к вашим вопросам. Ну, обширный мы пройдем с командой, но я хочу другое сказать, поблагодарить, во-первых, парней, благодарить и тренерский штаб, и массажистов, и докторов, особенно подготовка к этому матчу, так как была тяжелая игра 14-го числа на выезде, и мы сегодня довольно-таки уверенно выглядели в плане психологии, в плане движения хорошего, и с мячом, и без мяча, хороший матч провели, еще раз вот с такой благодарностью хочу начать. Что касается самой игры, ну, первый тайм был, наверное, равный, и у ЦСКА были моменты, и у нас были такие полумоменты, но то, что была поставлена задача перед командой на любом участке поля не проигрывать эти наборства, постраховывать друг другу, поймать такой футбольный кураж, который нам сегодня был необходим. Парни справились с этой задачей, вот, хороший результат. Спасибо, переходим к вопросам и ответам, просьба задавать их в микрофон и представляться. Еще раз, напомню, товарищ Победа, я Сергей Волчинский, медиагруппа «Звезда», чтобы задать позитив в пресс-конференции, вот что первое на ум приходит, не анализируя, просто чтобы больше очков у команды было, надо просто было раньше переехать в Лужники и побеждать здесь. Я согласен, что сказать, дай Бог, все будет так, как вы сказали. А вопрос какой-то будет у вас? Это и был вопрос. Это и был вопрос, Димбер. Собода же Владимир, Московская правда. Если можно, два коротких вопроса. Первый. Вы были удивлены таким бездарным, бездарной игрой в ЦСКА, особенно в первом тайме? Вы конкретно были удивлены? Ну, если честно, в кулуарах проскальзывала мысль, что где-то могут недонастроиться, вальяжность может присутствовать, но чтобы присутствовал, нужно с огромной самодачей играть, чтобы соперник почувствовал. И вот эти качества, негатив, они могли на поле проявлять. То есть неуверенность, спешка, что проигрывают команде, которая как бы внизу. Так что об этом шел разговор, и мы готовились очень серьезно. Спасибо. И второй вопрос по персоналям. Лебеденко, вы с ним уже говорили, что это было, почему, ну, как бы, понятно, что там Акинфеев. Это все понимают, что там Акинфеев, это понятно. Ну, полметра, 30 сантиметров в сторону, 7-метровые ворота пустые. Спасибо. Что касается Игоря, да, ему еще таких 10, он 9 забьет. Ну, опять же, напряжение, силы не беспредельные, может быть, и он подустал, все-таки возраст, но не хотел об этом говорить. В этом плане вообще не хочу говорить, что у нас есть ветераны, они просто молодцы. Они заводят более молодых, подсказывают, организуют на поле, потому что очень важна нам сегодня именно организация на футбольном поле. Спасибо. Николай Николаевич, Косяков Александр, немецкий журнал, кикер. Поздравляю с победой. Чем будете заниматься в паузу? Потому что мне кажется, что сейчас праздновать еще рано, и все-таки вы сказали, что команда Белл было хорошее движение, но на мой взгляд, интенсивность и прессинг как таковой все-таки еще такого не хватает прессинга в команде, движения такого еще серьезно. Ну, во-первых, спасибо. Ну, не сразу же все, все-таки у нас было выполнение, ряд футболистов, и вот этот тонус только набирает, потому что сейчас пока не все попадают в основной состав. Ну, кто пришел, я думаю, что с сегодняшнего, чем больше время пройдет, они вольются в коллектив, и мы прибавим в этом плане. Что касается команд, да, сейчас заработали, как бы эмоции поправим. Три дня выходных, 20-го числа у нас тоже мероприятие на стадионе, будем забивать сваю. Так что я вас всех приглашаю, только не знаю, как там отреагируют, но такое мероприятие очень важно для нас. И потом будем готовиться, у нас есть время, сейчас эти эмоции уйдут, будем готовиться к серьезному матчу, опять же, выезд у нас. Александр. Вы, наверное, думали, что Шапич забьет головой, а он забил ногами. Вас это не удивило, что он ногами тоже умеет играть? Хорошо, хорошо забил, но да, мы стандартам много внимания сейчас уделяли, потому что сейчас сразу в составе были игроки, умеющие играть головой, это и Кутепов, и Шапич, и Савич, рослые, мощные футболисты. Почему же не работать, когда, если этот стандарт принес нам успех сегодня? Николай Николаевич, после первого тайма три защитника висело на желтых карточках, но не будем сейчас вдаваться в дискуссию, правильные они были, неправильные, но вы в перерыве сделали какие-то, так сказать, свои замечания игрокам, потому что вполне могло закончиться и красным. Кто по такой игре? Ну, я думаю, да, это всегда так, потому что сейчас такие правила футбольные, что вторую карточку желтую можно по 100 местам получить, это элементарный прыжок, борьба, локоть вытянул, желтая вторая, то есть поставили, предупредили футболистов на желтую, работать аккуратно в плане единоборства. А вообще равноценные замены есть, если в случае чего заменить защитника, который на желтой карточке? Ну... У которого может быть уже, так сказать, следующий эпизод с красным, то есть есть у вас одноценные замены сейчас? Я думаю, да, но по такой игре, по накалу, мы еще пока не всех парней знаем, кто в плане психологии может войти в такую игру, по накалу тяжелую, но сегодня группа игроков, которые вошли в игру, провели себя с хорошей стороны. Николай Николаевич, скажите, психологическая обстановка в команде поменялась после двух побед, вот вы сейчас пришли в раздевалку, ребята уже, глаза горят у ребят, то есть они понимают, что могут побеждать, что команда не всегда будет в нулем поражении, что три очка мы умеем добывать. Надо вообще-то у них спросить, но так было видно, что, да, оживаем, оживаем, нужно продолжать идти вперед, все должно получиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова